Давай дадим славу Господу. Халлилуйя! Халлилуйя! Слава тебе, Иисус! Аминь. Знаете, я слышал одну историю. Она была в Израиле. И однажды одного человека приговорили там к 25 годам джунгой. Он сделал что-то ужасное. И вот судья говорит, 25 лет тюрьмы. Но он говорит, но я даю тебе один шанс. Если ты сейчас покаешься, и вот здесь в суде будешь 15 минут плакать и каяться. Я тебя прямо с зала суда отпускаю. И этот человек говорит, классно. И он начал плакать. Простите меня, пожалуйста. Я больше никогда не буду. Никогда, никогда. Не буду этого делать. И вот пока он плачет, кто-то из его друзей говорит, кричит. Эй, Исаак, ты что, не мужик, что ли? А ну, перестань ныть. И он замолчал. И тогда этот судья говорит ему, ты что перестал? Ты так хорошо начал уже. Осталось 7 минут уже. Давай еще. Нет, я не буду плакать. Почему не будешь? Я мужчина. И тогда этот мужчина пошел на 25 лет тюрьму. Чтобы плакать. А его друзья пошли жить. Со своим удовольствием. И вот, когда эту историю рассказывал Равин. Он сказал, настоящий мужчина на иврите. Переводится так. Это гевер. Слово. И мужчина состоит из трех составляющих. Это слово. Милостивый. Стыдливый. И благодарный. Этот настоящий мужчина. Это человек, который не кричит, как женщина, не обузданная везде. Он стыдливый. Он милостивый. И он благодарный. Ничего не связано тут со слезами. И я хочу сегодня говорить о благодарном сердце. Потому что есть великое благословение, если мы с вами благодарны. На самом деле, это атака 21 века. Когда мы видим больше и больше неблагодарных людей. Давайте склоним головы и помолимся за это. Отец Небесный. Мы молимся. Измени наши сердца сегодня. И сделай нас благодарными. Я прошу тебя, Дух Святой, чтобы помазание пришло. Которое будет менять нас. Пусть вместе с Твоим Словом придет помазание. И оно полностью меняет нас. И пусть всякое неблагодарное сердце превращается в человека благодарного Тебя. Благодарного людям. По имя Иисуса Христа. Аминь. Давайте откроем сразу. Филиппийцам 4.12. Филиппийцам 4.12. Умею жить и в скудости. Умею жить и в изобилии. Научился всему и во всем насыщаться и терпеть голод. Быть и в обилии. Быть и в недостатке. Видите, апостол Павел говорит, что я умею жить благодарно. Значит, этому нужно научиться. Вы знаете, что это не придет таким образом. Ты подойдешь к своему пастору и скажешь, пастор, я такой вредный. Мне даже машину подарили, я даже спасибо не сказал. Вот, если он помолится за тебя, ты не станешь благодарным. Этому нужно научиться. И здесь апостол Павел говорит, я умею. Он не говорит, я помазан, чтобы быть благодарным. Я помазан, чтобы уметь жить скудости. Он говорит, я умею. Я умею. Так что, давайте какое-то время поучимся быть благодарными Господу. Хорошо? Если Павел научился, нам тоже можно научиться. Правда? Знаете, некоторое время назад я пошел в горы. Несколько человек нас. Мы постоянно собираемся, кто-то из Москвы приезжает, кто-то из Ростова. С Северного Кавказа несколько человек. И в этот раз нас трое мы пошли покорять горы. И когда мы идем, мы одеваем на себя такие рюкзаки большие. И там у нас еда, консервы, все, палатка, спальный мешок, вещи сменные. И вот мы пошли. В этот раз мы пять дней ходили. И мы не посмотрели в интернет, оказалось, там дожди постоянно. Каждый день дождь. Представь себе, восемь часов под дождем. Идешь вот отсюда лопух или борщевик. И ты идешь через него восемь часов каждый день. И потом, когда мы приходим на стоянку, под дождем разбиваем палатку. А у нас палатка оказалась дырявая. И поэтому мы всегда склон искали. Чтобы вода стекала. И вот так пять дней и четыре ночи. Когда я приехал домой, и лег в свою постель. Скупался. Волосы в носу постриг. Сушей серу достал. И лег такой чистый в постель. Я полчаса заснуть не мог. Наслаждался. Подумал, слава Богу за нашу квартиру. Нам нужно научиться быть довольными. Иисус сказал, имейте пропитание и одежду. Будьте довольны. Я заметил, никто голый не пришел сюда. Поэтому будьте довольны. У вас есть все, чтобы быть благодарным Господу. Мы должны научиться этому. Так что давайте будем учиться дальше. Вообще, как искушает сатана нас. У меня есть один знакомый пастор. И у него есть свое здание. У него большая церковь. У него есть все. У него есть даже джипаджера. Это было давно. Тогда еще пастор был крутой джип. И я смотрел, у меня в то время не было такой машины. Я даже мечтал просто посидеть и попибикать в этой машине. Я ему говорю, слушай, какой ты счастливый человек. Свое здание, большая шерковь. Что еще пастору надо? Чтобы приход был. Здание есть, церковь есть. И машина своя. Еще какая? Паджеро джип. И он говорит, знаешь, на самом деле жизнь не такая хорошая. У моего соседа появилась Паджеро Ио. А у меня просто Паджеро. А вот на Паджеро Ио у меня денег не хватает. Я ему говорю, что тебе вот эти две буквы Ио? Закажи и приклей туда. Он говорит, нет, ты не понимаешь. Паджеро Ио. Паджеро Ио. Это же мечта. Паджеро Ио. Я дождалась тебе это Ио. У тебя же Паджеро есть. Паджеро Хуарис. И он был такой недовольный. Я подумал, поставить бы его на мое место. Когда у тебя не Ио и не Паджеро. Был бы счастлив тогда. Знаете, чем искушает нас Сатана? Он говорит, если бы у тебя было вот это Ио, ты был бы самый счастливый человек. У тебя есть все, но для счастья тебе не хватает Ио. Если бы у тебя было Ио, если бы у тебя было Ио, баунтирайское наслаждение, ты был бы счастливый человек. Или видели эту рекламу, жвачку, когда рекламируют? Если поживешь эту жвачку, зубы будут красивые и чистые. Вранье. Не будут. Еще отвалятся те, что остались. Просто это реклама. И вот дьявол вот так искушает нас. Слушай, у тебя все есть. Ты верующий, спасенный, рожденный свыше, идешь на небеса, аллилуйя. Но, тебе нужно еще Ио. Если у тебя будет Ио, ты вообще, ты зайдешь в церковь, и все девушки, у него Ио. Ты будешь завидный жених тогда. Это так, как искушает нас сатана. Он говорит, что вот это твое счастье. Вот этого тебе не хватает. И мы всегда думаем только о том, чего у нас еще нет. И мы забываем о том, что у нас есть. Царь Давид, у которого было все. Он говорит, душа моя, славь Господа. Знаешь, наша душа, она такая, что даже если дать нам все и поджирая Ио, она все равно не будет славить Господа, если ее не заставить. И поэтому он говорит, душа моя, славь Господу. Не забывай всех благодеяний Ио. Бог делал когда-нибудь благодеяние вам. значит у нас есть за что благодарить Бога. Не забывай благодеяний Ио. Не забывай. Вы знаете, как парень с девушкой, когда они встречаются только по-моему. День друг без друга жить не могут. Он ей подарит что-нибудь на день рождения. из пластилина. Ну денег нету. Подарок своими руками самый лучший. И сделал из пластилина фигуры. И подарил. И когда ему подарил, она такая благодарная. И потом они поженились. Вы знаете, что у евреев нету медового месяца. Потому что они говорят, после того, как ты поженился, будет лучше и лучше и лучше. А у язычников обычно медовый месяц классный, потом все хуже. И вот представьте себе, они друг без друга секунду не могут. Если у вас есть подростки, дети, вы это видели. Звонит по телефону. Ну что, ты уже спишь? Да, уже ложусь. ну давай пока. И она ему пока-пока. Пока-пока-пока. Ну все, все, ложи ты трубку. Нет, ты ложи трубку. И еще полночи вот так. Пока-пока. И потом утром только проснулись. И сразу же в телефон. Алло, ты уже проснулась? Но потом уже когда поженились, думает, куда бы еще пойти, домой не хочется. Опять ее увижу там. Что произошло? Все их мечты, все о чем они мечтали. Превратилось в требование. Она мечтала быть счастливой. Быть в семье. Там, где муж, он шварценегр. И он обеспечивает семью. и детишки, барашки. Но потом ее мечты превратились в требования. Ты так мало зарабатываешь. Тупица, вот он тоже в нашу церковь входит. А зарабатывает как? Посмотри, особенно когда бывший наркоман женится. Который 300 лет кололся и ничего не делал никогда. Он работать не умеет. Жена ему говорит, почему ты зарплату не приносишь? И он тоже требует, потому что у него тоже мечты были. Но мечты превратились в требования. Они друг другу требуют. И он подарил что-то на день рождения. Это уже не из пластилина. Это уже за тысячу лари. И она говорит, что это такое? Иди нормально заработай что-нибудь. Почему? Куда делась благодарность? мечты превратились в требования. Когда мы начинаем требовать от церкви, от пастора, от Бога что-то. Знаете, почему пастора перестали галстуки носить? носили в 90-х годах. Потом люди изменились. Стали нас за галстук дергать и говорить, где мои благословения? где мое исцеление? И следующее воскресенье пастор думает, одеть галстук или нет? И пуговицу до попка расстегивает, чтобы не задушили его. Когда мечты превращаются в требования. дьявол он кормится от нашей неудовлетворенности. Когда ты чем-то недоволен. Своей страной он кормится от этого. Это то, что он кушает. Например, если ты в чем-то в жене недоволен, хотя бы чем-то недоволен. тогда это приходит в твою жизнь с похотью. И у этого парня у него в голове начинают крутиться разные извращения. Его начинает тянуть грех. И вот он попадает на энкаунтер. И исповедует, плачет, с носа пузырями все. Я не хочу так жить. Не хочу. И потом он свободен. Аллилуйя. чувствует свободу. Но если он чем-то недоволен своей жене, энкаунтер капут, это все опять вернется. Вся эта свобода уйдет опять. Поэтому святые это так важно научиться быть благодарным. Там важно. Давайте будем учиться дальше. Мы никогда не будем довольны вещами. Никогда. Никогда. Заметил, купил себе новые туфли. Такой счастливый. Два дня. все. Потом прошло все. Купил машину себе. То же самое. Я помню мою первую машину. Это была копейка 01 Жигули 72-го года. Я был самый счастливый человек. я закрывал и открывал дверь и говорил смотрите как вы на марке. Когда я ехал был самый довольный. До этого когда я ходил и переходил дорогу пешком и видел как кто-то сидит в иномарке. Такой недобовленный. Я думал если бы я сидел в такой машине я бы так всегда сидел. потом сам попал в такую машину. Знаете что? Проехался чуть-чуть. Месяц два прошло. Что-то у меня старая машина. Господи дай посвежее какую-нибудь машину. И потом когда была другая машина ничего не изменилось. Потом новая машина ничего не изменилось. Какое-то время и слюна не заканчивается. Что делать? Научиться быть благодарным Господу. Нам нужно научиться быть благодарными Богу. Мы никогда не довольными вещами этого мира. Только Иисус сделает нас счастливым. Иисус. Аминь. Иакова 1.14 говорит так. Но каждый искушается увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. «Видите, мы не искушаемся новыми машинами, новыми вещами. Мы искушаемся собственной похотью». «Если я неблагодарный, дьявол всегда найдет место в моей жизни». Я буду тогда искушаться. Еще одно местописание. 1.10.13 1.10.13 Вас постигло искушение не иное, как человеческое. И верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так, чтобы вы могли перенести. И не верен. Я встречал людей, которые говорят, Пастор, у меня такая тяжелая ситуация. Уволили с работы, большой долг. И он говорит, у меня не так, как у всех. У меня сейчас по-настоящему ужасная ситуация. И поэтому я не могу платить за газ и за свет. Я счетчик подкручиваю. И десятину не даю. Но понимаешь, у меня тяжелая ситуация. Но он начинает сам себя оправдывать. Но апостол Павел говорит здесь. У всех у нас одинаковое искушение. То же самое. Если я чем-то недоволен. Вот тогда я искушаюсь. У нас у всех одинаковое искушение. Видели, человек может быть очень богатым. И недовольны. И такое ощущение, что чем богаче люди, тем недовольны. Им даже улыбаться стыдно. Они вот так делают. Так, лениво на все смотрят. Их ничем не удивишь. Что тебе нравится, Тбилиси? Да. Может быть, Тбилиси? Да. Я их лучше видал. И неблагодарное сердце. Оно ведет нас в грех. И здесь. Однажды один пожилой мужчина. Ушел на пенсию. И он решил провести остаток жизни спокойно. И на тихой улочке купил себе домик. Каждый день он наслаждался тишиной. Классно. Но наступило первое сентября. И дети пошли в школу. Оказалось, что рядом школа была. И там были три пацана, которые постоянно проходили мимо моего дома. И палками по забору. И потом со школы точно так же. Он однажды вышел к ним на встречу. И говорит, пацаны. Давайте бизнес с вами сделаем. Я очень люблю барабаны. Вот это все. Ринго Стар. Вот эти все дела мне нравятся. Давайте я буду давать вам. Каждый день. За то, что вы будете стучать. Один доллар. И они думают, вообще классно. И так стучим. И они стали стучать. Через несколько дней он опять выходит к ним. Говорят, пацаны. Пенсию задерживают. Давайте по 50 центов. Они так недоволен. Ну ладно. В понедельник он опять выходит к ним. И говорят, ребята, джигами вообще напряг. По 25 центов больше не могу. Они палки бросили. Говорят, что бесплатно будем стучать тебе? Это похоже на нас. В 90-х годах мы жили так. Что бы съесть? Я помню, нам однажды гуманитарку с Америки прислали. Картошку Анкл Бенц и все. Чего? Картошка Анкл Бенц. Пюре. Мешками. Это была единственная гуманитарка в нашей церкви. Ее прислали в другую церковь. Их было так много, что они и нам тоже дали. Мы ели целыми днями. Целыми днями ели. И о фигуре вообще не думали. Потому что фигуры там не было. Теперь другое время настаёт. 21 век. И мы думаем, что бы такое не съесть? Да, фигур. Чтобы не поправиться. Вот это не буду есть. Вот это не буду есть. И все равно недовольны. Ездим на машинах. Живем в домах. И все равно недовольны. Но Иисус говорит, имея пропитание и одежду. Будем довольны. Аминь. Святитель Феофан Затворник. Недавно читал его. Говорит, человек состоит из духа, души и тела. Мы это знаем. И он говорит, что если он счастлив только в чём-то одном. То он несчастный. Он должен быть счастлив в духе, в душе и в теле. И мы сейчас говорили только о теле. Но пока человек не будет счастлив в духе, он не будет счастлив никогда. Поэтому в первую очередь нам нужно научиться быть счастливыми в своём духе. Нам нужно идти в радость. Точно так же, как мы дисциплинируем себя в посте и молитве. Нам нужно дисциплинировать себя в радости Господу. Заставлять себя радоваться перед Господом. Итак, нам нужно насыщаться Богом, во-первых. И Павел пишет, Ифесянам 5.18. Не упивайтесь вином, от которого бывает распутство. Но исполняйтесь духом. Он говорит, исполняйтесь духом. И потом он говорит, что когда мы исполняемся духом, мы начинаем петь. Мы начинаем славить Господа. Заметили, что это бывает так? Но в 20 стихе он говорит, благодарите Господа. Мы становимся благодарными Богу. Когда я исполняюсь духом святым, я становлюсь благодарным Богу. Итак, нам нужно насыщаться Богом, чтобы быть благодарными. Я пришел в церковь. И думаю, опять он. Опять он в этой церкви. Я столько знаю о нем, а он ходит в одну и ту же церковь со мной. Но потом прославление. Ты исполнился духом святым. И ты смотришь, брат. Я люблю тебя, брат. Слава Господу за тебя. Почему? Потому что ты исполнился духом святым. Ты любишь всех, направо и налево, как казак. Как кто? Как казак. С нами начинает что-то происходить. Когда я исполнился духом святым. У вас бывало, когда-нибудь исполнялся духом святым? Да? Просто проверить. Вы понимаете, о чем вы говорите? Ты исполняешься духом святым. И ты вдруг начинаешь что-то видеть. Если раньше ты видел только Ио. У меня нет Ио. Ио в деньгах, ио в доме. Вдруг ты начинаешь видеть другие вещи. У меня такая жена. У меня такие дети классные. Такие братья и сестры хорошие. Ты вдруг начинаешь что-то замечать. Знаете, посреди этого хаоса 21 века. Нам нужно что-то видеть. Аминь. И ты начинаешь что-то видеть. Приходишь к жене и говоришь, ты у меня такая хорошая. Такая классная ты. Если ты карги хаар, магари. Я на гадану дыхни. Дай саму. Абах. Что-то ты другое стал. Хвард хлише раме. Но ты исполнишься духом святым. Аминь. Нам нужно исполняться духом святым. Чену да авистосу лицминдит. Аллилуйя. Аминь. Аллилуйя. И давайте еще одно место прочитаем. Псалом 138. Я просто напомню, что там написано. Псалом 138. Шегах сенептурат церияик. 13-14. Царь Давид говорит. Господь, я так дивно устроен. Я благодарю Тебя. И знаете, как будто бы он говорит так. Все хотят быть как Сильвестер Сталлоне. Все парни, они хотят такую фигуру иметь. А он еще и покаялся. Еще и в церковь ходит. А я благодарен Тебя, что Ты сделал меня таким маленьким. Я так дивно устроен. Я помню, однажды я охранял коммерческий ларет своего брата. И у нас получился конфликт с одним бандитом. Он убежал, вытащил ружье и стал стрелять в меня. И оно прямо над головой залетело. Ну, слава Господу, я метр шестьдесят пять. Слава Богу. А еще знаете, маленькие все, они чтобы не комплексовать? Они каблуки побольше делают. А я без каблуков все равно. Слава Богу, не в каблуках был. Потому что он прямо в яблочко залетел. И Давид здесь говорит, я благодарен Тебе, что я дивно устроен. Итак, мы можем быть благодарными посреди того хаоса, который происходит в нашей жизни. Знаете почему? Потому что мы что-то будем видеть. Если мы исполняемся Духом Святым. Мы что-то будем видеть. Что-то, что вне этого мира. Что-то, что не внутри стен нашего дома. Что-то, что за пределами этого мира всего. И будем благодарными Богу. Аминь. Слава Господу. Аминь. Последнее место Писания. Первое Фессалоникийцам 5.16.18. Знаменитое место, помните, как там сказано? Это Залян Цнобили и Атгилиарис. Тугахсоутрац Эрияик. Всегда радуйтесь. Следующее. Не пристанно молитесь. И 18-й. За все благодарите Бога. За все благодарите Бога. Видите, если мы идем в радость, если мы молимся, тогда мы будем благодарны Богу. С этими стихами проблема, знаете, в чем? Мы с вами радуемся. Но проблема в том, что не всегда. Все молятся. Но проблема, что не непрестанно. Все благодарят когда-то. Но проблема в том, что здесь сказано, за все благодарите Господа. За все благодарите Господа. А мы... Однажды у одного человека, у одного христианина-проповедника, в темном месте его ударили, и когда он без сознания был, забрали кошелек. Когда он начнулся, он пришел домой и написал в дневнике. Господи, благодарю Тебя, что меня ограбили первый раз в жизни. Потом он подумал и добавил. Господи, благодарю Тебя, что меня только лишь ограбили, но не убили. Потом он добавил еще. Господи, благодарю Тебя, что я взял мало денег, и меня не так много денег забрали. Потом он подумал и добавил еще. Спасибо Тебе, что ограбили меня, а не ограбил я. У Тебя всегда есть за что благодарить. Всегда. Всегда. Аминь и Слава Господу. Халлилуйя. Знаете, не так давно, может быть, месяц еще не прошел, у меня украли дочку. И это было очень тяжелое время. Потому что я не хотел, я не мечтал так. Я мечтал, что я ее выведу и отдам ее мужу под венец. И мы всей церкви будем молиться. И поэтому это было очень тяжелое время. Но каждый день я все равно ходил на гору и молился. И некоторое время моя молитва была такая. О, Иисус, я поклоняюсь Тебе. Вот бы я вломил бы этому. И ей тоже. Аллилуйя, Иисус, слава Чем Господь. И вот так я молился. Да, я все в лоте, а я все не молился. Не молился вообще. Господи, спасибо тебе, что ты вооружаешь меня. Но потом пришел один момент, когда я исполнился Духом Святым. И когда я исполнился Духом Святым, я сказал, Господи, спасибо, что не я своровал кого-то. Только лишь у меня своровали. Есть еще дочка. Ее выведу под венец. Слава Тебе, Господь. Благослови ее, чтобы у нее было все хорошо. Чтобы в конце концов она пошла на небеса. И все было классно там. И чтобы она была как миссионер в той семье, которая его украла. У нас всегда есть за что благодарить Господа. Давайте встанем сейчас и вспомним несколько вещей, за которые будем благодарить Бога. И прославление можно подняться. Потом, когда мы поблагодарим Бога за то, что мы вспомнили, мы будем поклоняться, исполняться Духом Святым. И Бог покажет тебе еще вещи, за которые тебе нужно быть благодарным. Я призываю всех вас, исполняйте с Духом Святым. Копайте. Как Исаак. Он копал, и копал, и копал в сухой земле, пока вода живая не пришла. Продолжай копать. Продолжай копать. Поклоняйся Господу. И пойдет вода жизни. И ты скажешь, вот оно. Всем ИПОВИЙ АУЦУРВЛ. СИСО СЛИСКЛИС БИНАРИЕМ. ЗАЩЕДБИ АЕСАРИС.